Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-канал на Финам.ФМ. Сейчас время бизнес-класса. И тема сегодня актуальная, как никогда, на мой взгляд. Мы говорим сегодня о безопасности данных. Как не попасться на уловки мошенников, защитить свои деньги, защитить свою информацию, стратегически важную для бизнеса, ну и, в принципе, для личной жизни. Наверняка такое часто тоже случается. Вот обо всем этом мы сегодня поговорим с моим гостем в студии бизнес-класса Сергей Кузнецов, глава представительства компании SafeNet в России и СНГ. Сергей, добрый день. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, я напомню для вас. Телефон студии 6510996, код города 495, сайт компании финам.ФМ. Все это вы можете использовать для того, чтобы присоединиться к нашей беседе в прямом эфире, позвонив или написав на сайте, задать свой вопрос Сергею, либо прокомментировать собственное мнение на этот счет. Ну так, давайте начнем сразу же. Собственно, два слова буквально. Сергей, компания SafeNet, насколько я знаю, достаточно давно занимается этим бизнесом, давно на рынке, как принято в таких случаях говорить. Расскажите, пожалуйста, и ваше личное непосредственно участие в рамках компании, или, может быть, вы сами, так сказать, работали еще и до нее, в этом бизнесе. Расскажите, пожалуйста. Спасибо, Олег. Прекрасное начало для дискуссии. Ну, наверное, в несколько слов о компании SafeNet. Компания SafeNet, как разработчик и поставщик решений по безопасности данных, существует с 1983 года. Это огромный срок, как вы понимаете. В этом году мы отметили свое 30-летие. Причем, наверное, одной из отличительных черт этой компании является то, что защита данных – это именно та или тот вид деятельности, которым компания занималась всю свою жизнь. То есть, как вы знаете, компании, которые занимаются околобезопасностью, много. Но компании, которые занимаются исключительно безопасностью, вы можете посчитать по пальцам. Мне очень понравился термин «околобезопасность». Это что, если можно поподробнее? Что такое «околобезопасность»? Ну, вы же понимаете, что защищать можно все угодно и как угодно. Например, есть огромное количество компаний, которые могут давать рекомендации или могут заниматься больше физической безопасностью. Это тоже у нас относится к рынку безопасности. Но в данном случае я как бы хочу определить, что сегодняшний разговор пойдет о немножко, может быть, более технической части, которая будет касаться именно данных. Что мы подразумеваем именно под защитой. Да, я понял. А учитывая, что история действительно такая, достаточно продолжительная, существование компании с 83-го года, я вдруг неожиданно подумал, а какая... О безопасности чего в 83-м году могла идти речь? Сейчас во многом, да, мы связываем с безопасностью, защитой информации, защитой данных, которые в сети, в сети, да, в сети интернет находятся. А в 83-м году интернет не было, по крайней мере, так широко. Ну, если вы вспомните, то криптография как таковая, а это является, наверное, одной из основных наших сильных черт, была создана достаточно давно. И системы шифров, они прослеживаются веками назад. Компания начала свою историю под названием Industrial Resource Engineering. И именно вот это вот направление, инжиниринговый approach, он сохранился и прошел через все вот эти три декады данных. Естественно, через короткое время, после того, как компания была изобретена и были получены первые патенты, а компания была организована, естественно, выходцами из спецслужб. То есть те, кто реально... Естественно. Естественно. Ну, я думаю, что любая компания... Занимающаяся безопасностью. Да, организована с помощью тех людей, которые имеют некоторый инсайт, которые обладают огромными аналитическими данными и видят потребность рынка. Они увидели эту потребность рынка и были теми, кто смог реализовать и вывести на рынок те первые, наверное, защитные механизмы, которые стали доступны для именно общества. Потому что вы же понимаете, как только мы говорим о специфических системах, о них большинство людей никогда не узнают. Вот. Мы же говорим о защите для, можно сказать, массового пользователя. То есть там тоже сегментация такая существует, да? Конечно, конечно. Есть, что называется, да, предметы для широкого пользования, да, есть предметы для использования узкого. И, естественно, в широкий, так сказать, оборот они никогда не попадают. Ну, в наш век, как вы знаете, все сводится к технологиям. И сейчас технологии развиваются настолько быстро, что то, что раньше, может быть, было для такого узкого сегмента, как компьютер, возьмите, сейчас это общедоступно. И поэтому сейчас можно говорить только о длине ключа, о том, где вы этот ключ храните. И вот в этом заключается вся специфика. Ну, как вы будете, наверное, спрашивать, а почему это важно? А важно это потому, что в одном случае это можно сломать, а в другом случае нельзя. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день. Ну, я так понимаю, что тот случай, да, который мы рассматриваем, когда это можно сломать, и он во главу угла в определенный момент выходит, потому что вы решаете, что можно сделать, чтобы это сломать было нельзя. Абсолютно верно. По крайней мере, мы предлагаем решения, которые соответствуют определенным на сегодня международным стандартам, которые, ну, если вы понимаете, не дают там стопроцентную гарантию, то, по крайней мере, дают гарантию того, что если вы будете это правильно использовать, то вы избежите, наверное, 99.99% вероятности. Ну, это достаточно высокая в любом случае. А корректно говорить, да, что действительно вот на этом рынке стопроцентной гарантии никто не даст? Я думаю, что абсолютно корректно говорить, что стопроцентной гарантии вам не даст никто, потому что, ну, вы знаете, есть параноидальные люди, есть абсолютно безграничные возможности стран, и там уже вопрос только правильного использования оргмер плюс технологических мер, которые в сумме могут дать вот ту стопроцентную гарантию. Ну, собственно говоря, это уже вопрос больше к органам, нежели к нам, производителям оборудования. Согласен, согласен. Хорошо, Сергей, давайте тогда, может быть, несколько, да, более детально поговорим на этот счет. Ну, во-первых, зависит ли уровень безопасности от отрасли, да, применения этой самой безопасности? То есть, ну, и вы, в частности, может быть, на чем-то специализируетесь, или вы рассматриваете широкий круг своих потенциальных клиентов? Если взять компанию SafeNet, то по большому счету, наверное, не открою секрет, нам все равно, что защищать. Просто традиционно сложилось так, что мы более известны в одной или в другой отрасли. Как вы понимаете, все это началось сначала, наверное, со спецслужб. Вот, и очень часто в SafeNet говорят, что мы защищаем самое большое количество секретов в мире, которые только могут быть защищены, вот, хотя и стандартными методами, и стандартными средствами. Потом, очевидно, было бы правильно говорить о том, что вторым по значимости и по интересу является банковский сектор, потому что к деньгам, особенно в наш сегодняшний век, электронных денег, или виртуальных денег, и электронных документов, все сводится именно к тому, насколько эффективно вы умеете защищать информацию и пользоваться, предоставлять доступ к тем деньгам, которым вам нужно воспользоваться сейчас. Ну, то есть, если делать акценты, то на первом месте стоит, мы не берем сейчас специфическое воплощение, мы говорим о том, что на первом месте банковский сектор все же, да? Конечно, по объему, по деньгам однозначно это банковский сектор сегодня. А что еще можно назвать все-таки? Телекоммуникация. Телекоммуникация. Конечно, здесь, на самом деле, здесь вот эта граница, она очень близка, и несмотря на то, что мы выделяем банковский сектор, просто он, наверное, самый более крупный и наиболее цельный, потому что сюда легко можно отнести медицину, сюда можно отнести телекоммуникации, сюда можно отнести любые государственные требования, сюда можно отнести любое производство, добычу нефти, любые ресурсы, потому что в конечном итоге мы живем в информационный век, и любое из предприятий, любая из организаций, из упомянутых секторов является, по большому счету, производителем, крупнейшим производителем информации. Информации. Вот я хотел, да, что, в принципе, если мы говорим сегодня о защите, защита информации, прежде всего, да, касаемо чего, это уже на втором плане, правильно? Вы правы, абсолютно. Сереж, смотрите, у нас есть звонок, Марина, Марина у нас на линии, давайте успеем ее выслушать, если нет, тогда попросим подождать. Марина, день добрый, или Ирина, я плохо вижу сейчас, день добрый, вы на связи, говорите, пожалуйста. Нет, звонка у нас нет, ну, ладно. Значит, если слушатель, собственно, сможет, значит, соответственно, дозвониться, а мы сейчас прервемся, в это время послушаем новости на Финам. Финам. Ну, а после новостей продолжим эфир. Итак, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам. Финам. Сегодня в гостях Сергей Кузнецов, глава представительства компании SafeNet. В России и СНГ мы обсуждаем рынок безопасности данных, как не попасться на уловки мошенников. У нас есть звонок, Марина, к счастью, дождалась нас, давайте пообщаемся. Марина, день добрый, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, у меня вопрос такой. Дело в том, что очень много историй бывает о том, как крадут персональные данные из банков. Вот мне, как вкладчику банка, при выборе, например, банка, на что стоит обратить внимание, чтобы как-то обезопасить от краж. А у вас были такие случаи, Марина, в жизни? Алло. Не слышит меня Марина, ну ладно. Ну, давайте попробуем ответить на этот вопрос. Естественно, это вопрос многогранный, потому что любая защита персональных данных, она состоит из нескольких частей. То есть здесь есть ответственность банка как такового и самого клиента. Поэтому давайте посмотрим это с двух точек зрения. Первое. Ну, если мы предположим, что банк следует всем рекомендациям регулирующих, агентств, то да, очевидно, вы можете, наверное, в меньшей степени волноваться о том, что изнутри ваши персональные данные будут украдены. В случае, если вы боитесь, что ваши персональные данные или ваша карточка будет скомпрометирована, то, естественно, есть, наверное, пять базовых рекомендаций, которые я буду рад сегодня рассказать. И вот эти рекомендации, они относятся в первую очередь, наверное, к тому, как пользоваться электронным банкингом, на что смотреть, там, что делать, что не делать. Я не знаю, будет ли уместно сейчас о них сказать или оставить это скорее на завершение нашей передачи. Ну, мы отвечаем, я не знаю, мы ответили на вопрос, Марина? Кстати, вопрос был в том, при выборе банка, да, на что обращать внимание? Я так понимаю, если мы говорим об интернет-банкинге, это может быть как раз одним из оснований для выбора. Конечно. Но здесь, опять-таки, наверное, это не совсем моя компетенция рекомендовать вам конкретно какой банк. Я думаю, правила эфира не позволят назвать какое-либо название. Но есть несколько вещей, на которые я бы обращал внимание. Ну, как, давая тоже ответ на один из вопросов, когда меня спросили, а какой банк выбрали бы вы? Или какие технологии вы выбрали бы в банке для защиты информации? То в данном случае я ответил очень просто, что, скорее всего, банк редко сможет предложить мне несколько различных технологий защиты на мой собственный выбор и вкус. Поэтому, скорее всего, я буду выбирать банк тот, который предлагает ту технологию, которую я считаю удовлетворяющей потребностью. Сережа, смотрите. Извините, я перебью, но мне кажется, здесь надо учитывать, что вы профессионал в этой области, а люди далеки от того. Давайте я отвечу, наверное, простым примером. Вот когда вы осуществляете платеж, например, за свою электронную покупку через e-банкинг того или иного банка, вам нужно обратить на то, какая будет аутентификация или как происходит доступ, какие пароли предлагает вам банк. Потому что, с моей точки зрения, самый хороший пароль – это тот, которого вы сами не знаете. Ну, приведу пример. То есть, ваш пароль, он должен состоять из нескольких частей. Он должен состоять из вашего логина, из самого пароля, причем пароль должен быть достаточно сложным, и некоторой переменной части, которую на момент введения вы либо получаете с какого-то третьего устройства, либо получаете по смс на свой телефон. Вариантов здесь абсолютно много, я не буду вдаваться в технические детали. То есть, стандартный, я так понимаю, способ. Я захожу в интернет-банкинг именно так. Сначала ввожу мои логин, пароль, потом мне приходит по смс, я ввожу подтверждающий, и вот, пожалуйста. Есть некоторые детали, но в целом, да, это и рекомендация сегодняшних регуляторов. И, в принципе, в мировой практике это все больше и больше принимает рекомендацию или вариант стандарта. Хотя, конечно, на техническом уровне вы понимаете, что есть очень большая разница, какие вот эти вот дополнительные аксессуары и технологии вы используете. Я понял. Ну, так, а список из пяти пунктов, значит, потом мы его озвучим, я так понимаю. Ну, как вы скажете, я могу прямо сейчас опять-таки сказать. Давайте тогда мы так сделаем. У нас еще есть один звонок, чтобы не томить слушателя. Выслушаем его вопрос или его мнение. А потом, собственно, будем отвечать на вопрос Марины более детально. Николай, день добрый, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Да, Николай, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый вечер. Хотел узнать у гостя, вот если, допустим, не знаю, по его компетенции это или нет, небольшой бизнес, когда, да, торговая компания, управление ТРМ, то есть система, которая непосредственно управляет базой данных, по сути, всех клиентов, она выложила онлайн. Ну, то есть, чтобы из любой точки любой человек, который у нас работает, мог этой базой воспользоваться. Вот, соответственно, такой вопрос, какие есть системы защиты и вообще, что возможно ли для небольшой компании, потому что у нас вот до 20 человек, да, какое-то недорогое решение для защиты данной базы данных, потому что, да, обычно сами разработчики ТРМ предлагают такую защиту, но мне кажется, ее недостаточно. Спасибо, Николай, спасибо за вопрос. Николай, прекрасный вопрос. Ответ, да, у нас есть, естественно, такие решения. Причем, я, наверное, сошлюсь на опыт западных компаний и западного рынка. Сейчас, как вы знаете, одним из основных трендов по защите информации является использование облачных решений. Вы идете, наверное, впереди многих российских производителей российского рынка и тоже переносите свою CRM-систему в облако. Очевидно, ее надо защищать. С моей точки зрения, в вашем случае, самое правильное использовать облачную защиту, ну, например, тех же OTP-паролей, которые позволят вам защитить доступ и, с другой стороны, ни в коем случае не ограничивать возможности ни CRM-системы, ни своих пользователей. Чем это хорошо? Опять-таки, я произнес слово облако, которое, может быть, не всем понятно. Наши слушатели продвинутые. Мы очень часто эту тему обсуждаем. Прекрасно. Ну, тогда просто, наверное, скажу, что я подразумеваю под облаком и почему именно... Кстати, Николай подразумевает облако, вот когда он рассказывал, что у него CRM-системы. Да, CRM в облаке, абсолютно верно. Просто для меня здесь важны два фактора. Первое, то, что вы не платите изначально за ту платформу, которую вы будете пользоваться. И второе, вы абсолютно гибки в наращивании ресурса по мере своей потребности. То есть вы используете модель Pay-as-you-go с полной эластичностью. Ну, а все-таки возвращаясь к защите-то... Да, ну, я предложил, опять-таки, использовать в данном случае двухфакторную аутентификацию, в частности, OTP из облака. Это называется Authentication as a Service. Сейчас доступно в России в том числе, поэтому любое количество партнеров будут рады это предоставить. Ну, а еще одна деталь. Мне показалось, что это актуально в случае с Николаем. Я так понимаю, у него бизнес, да, либо малый, либо средний. И в этом случае, конечно, расходы дополнительные ложатся тяжким бременем. Это... Это операционные расходы, которые... Это удовольствие не слишком дорогое. Это копеечное удовольствие. Дело в том, что здесь самый принципиальный момент в том, что ни Николаю, ни другим клиентам малого бизнеса или крупного бизнеса, им не нужно делать какие-либо капитальные вложения. И по мере того, как растет бизнес, они добавляют малюсенькую дельту операционных расходов, которая абсолютно не обременительна. Понятно. Понятно. Хорошо. Спасибо. Значит, Николаю мы ответили, да, Сергей? У нас осталось совсем немножко времени до следующего перерыва. Давайте тогда я сейчас проанонсирую все, что происходит сегодня в бизнес-классе. Итак, уважаемые слушатели, сегодня у меня в гостях Сергей Кузнецов, глава представительства компании SafeNet в России и СНГ. И мы говорим на актуальную, ну, в наши времена, как минимум, актуальную тему безопасности данных, да, как не попасть на оловки мошенников, защитить свои деньги, защитить свою информацию. Вот это все мы сегодня обсуждаем в студии бизнес-класса. Сейчас мы прерываемся, потому что рубрика «Вне времени» по расписанию, а потом продолжим эфир. Итак, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на «Финам.ФМ». Сегодня, напомню, мы говорим о безопасности данных. В гостях Сергей Кузнецов, глава представительства компании SafeNet в России и СНГ. Телефон студии 6510996, код города 495, сайт компании «Финам.ФМ». Сереж, давайте продолжим. Возвращаясь, наверное, к вопросу Марины, ну и, наверное, собственно, мы это планировали сегодня с вами озвучить. Вот этот список, да, ну, из заявленных вами пяти пунктов, на что пристальное внимание обязательно надо обращать. Прекрасно, Олег, спасибо огромное. На самом деле, я не открою никаких секретов. Я просто дам, наверное, пять вариантов, пять важных моментов, на которые нужно обращать внимание абсолютно каждому человеку. Но, опять-таки, вы получили банковскую карту. Что нужно в первую очередь сделать? Вам нужно изменить ПИН. Вот. И моя первая рекомендация, никогда не используйте простые пароли для своих банковских карт. Потому что, как только вы использовали стандартный пароль, ну, считайте, что вы потенциально сделали уже самый большой шаг к тому, чтобы потерять все свои деньги. А стандартный это какой? Стандартов может быть сколько угодно. Раз, два, три, четыре, пять. Один, два, три, ноль, ноль, ноль. Причем самое страшное, что многие, особенно это относится к людям старшего поколения или, наоборот, очень молодым людям, которые не утруждают себя запоминанием, не могут прямо на карточке нацарапать этот ПИН. Ну, опять-таки, достаточно смешно звучит, но вот буквально несколько дней назад ко мне в одном из кафе подошел молодой человек, когда я оплачивал счет. Я ему даю карточку, и человек мне говорит, ну, а ваш ПИН? Введите ПИН, да? Нет, нет, нет. Он мне сказал, ну, давайте ваш ПИН, чтобы вам не ходить. Я говорю, да я не бай, я могу подняться, ввести ПИН сам. Ну, и, соответственно, никому не сообщайте эту информацию. Причем я так предположу, что, да, вот этот пример замечательный, ведь он же наверняка не мошенник, он никаких... Нет, нет, нет. Не в коем случае. Из лучших пожеланий... На голубом глазу, что называется. Ну, а ПИН-то-то мне скажи, я сейчас быстро введу. Добавно. Второе. Ну, естественно, мы только что проговорили эту информацию. Никому никогда не сообщайте информацию о своем ПИНе. Вот. И регулярно его изменяйте. Как вы знаете, сейчас есть огромное количество попыток завладеть этой информацией, потому что скопировать вашу карту не представляет никакого труда. Сейчас технологии позволяют скопировать любую карту, любой чип, абсолютно неважно. Но все равно есть кусок информации, который должен регулярно меняться и который должен быть абсолютно конфиденциальным. Третье. Для интернет-банка всегда требуйте, чтобы банки предлагали двухфакторную аутентификацию. Что это значит? Мы немножко коснулись этой темы сегодня во время нашего разговора. Это значит, что помимо вашего основного пароля, который должен быть сложным и должен содержать несколько специальных символов, я рекомендую, по крайней мере, должна быть определенная переменная часть. Это может быть биометрия, это может быть OTP-пароль, это одноразовый пароль, который может либо прийти к вам на телефон смс, либо это может быть случайно сгенерированная последовательность цифр, которая производится прямо на вашем телефоне или любом специальном устройстве, например, токене. Это может быть абсолютно разная вещь. Это может быть, наконец, грид-система, когда вы вводите пальцем некоторый рисунок и устройство генерирует вам последовательность цифр. Здесь подходит абсолютно любая последовательность и любой подход. Но это та вещь, которая позволяет не вам полностью не знать никогда одновременно свой пароль никому-либо из злоумышленников. Четвертое. Никогда не используйте публичное устройство для осуществления банковских транзакций и доступа в свой личный кабинет. Ну, опять-таки, вы знаете, огромное количество примеров, когда прикладывают специальные скимминговые устройства, когда есть огромные возможности технологически скопировать карту, увидеть ваш пин. А публичные устройства это какие публичные устройства? Если вы вспомните, совсем недавно у одного из крупнейших российских банков был такой случай, когда на ряде банкоматов была накладная клавиатура, которая считывала информацию. Ну, поэтому даже есть ряд продвинутых банков, которые даже в интернете предлагают вам не использовать клавиатуру вашу, а на экране появляется виртуальная клавиатурка, где вы мышкой кликаете определенную комбинацию. Причем каждый раз эта клавиатура появляется в разной части экрана. Что усложняет во многом задачу. Ну, по крайней мере, это показывает, что банк воспринимает вопрос безопасности серьезно. Конечно, он заботится об этом, это видно. Конечно, есть более серьезные системы, но и о них я скажу, наверное, в последней части, в последней рекомендации, что если вы осуществляете переводы крупных сумм, то всегда используйте системы с обратной связью, которые позволяют убедиться, что вы переводите именно ту сумму, которую вы ввели, и именно тому адресату, кому вы хотите. И для этого есть специальные системы, ну, я называю их системами с обратной связью, это могут быть либо оптические токены, которые вам на экранчик вашего специального устройства передадут, собственно говоря, какова сумма транзакции, которую вы осуществляете, и выведут вам номер счета, куда вы переводите. либо же в системе вопрос-ответ будет сформирована некоторая цифра или некоторая последовательность, которую система сравнит с сформированной внутри, если эти цифры совпадут, то транзакция будет осуществлена. Вот, это достаточно важно, и это, наверное, самая последняя тенденция сегодняшнего дня. Да, кстати, вот к разговору о тенденциях, хотелось бы, да, поподробнее об этом от вас услышать, каковы они, и что, наверное, немаловажно, насколько российская действительность вписывается в общем мировые тенденции, или мы все же как-то особняком традиционно стоим. Кстати, пример из вашей личной жизни, вот общение с официантом, это все-таки исключительно российская действительность, наверное, да? На самом деле, это, конечно, традиционно российская действительность, но я вот был ошеломлен, когда вот этот молодой человек подошел ко мне, но я, наверное, оговорюсь, это все-таки скорее немножко более Восточная действительность, когда хозяину кредитной карточки просто лень подняться и подойти к терминалу и ввести ПИН. То есть это не тема, конечно, для Москвы, это не тема, может быть, для крупных городов России. Но если вы немножко выйдете на периферию или вы окажетесь в странах СНГ, то там это происходит достаточно часто. Но возвращаясь непосредственно к трендам, с моей точки зрения принципиальной разницы в трендах по России и другим странам мира практически не существует, потому что существуют, наверное, основные четыре тренда, которые определяют области развития рынка защиты информации. И они напрямую связаны с развитием бизнеса, а бизнес, как вы знаете, определяет, в какую сторону должны развиваться и технологии, и поддерживающие системы. Итак, естественно, мы уже немного говорили о облачных вычислениях. И здесь мы будем четко говорить, что облако, наверное, одно из самых больших трендов, которые сегодня существуют. Но это подчеркивает весь тот интерес, который есть сейчас вокруг облака и на российском рынке. Вы слышите, наверное, каждый день те же рекламы крупных производителей, которые говорят облака, облака, облака. Но подумайте с другой стороны, мало того сказать облако, нужно научиться его использовать, нужно научиться его защищать. А сегодня самым большим проблемным моментом является то, что провайдер, который предоставляет вам услуги, облачные услуги, он не несет никакой ответственности. Или практически не несет никакой ответственности. То есть получается, что мы использовать облако в той или иной степени умеем, а защищать информацию в облаке нет. Абсолютно верно. И поэтому для нас это одна из самых интересных областей, где компания может предложить свои решения. И с другой стороны, это та область, которая все больше и больше привлекает внимание общественности. Сережа, я подумал о том, что в этом, может быть, и есть логика такая житейская, потому что понятно, если у меня информация, некая информация хранится в ящике стола, я могу повесить туда замок. Если у меня информация даже в компьютере, да, ну, теоретически я введу туда пароль, я не знаю, что там, забью гвоздями, в общем, не подойдет никто. А где оно, это облако? Как защищать информацию, которая находится непонятно где? Вот это уже непостижимая какая-то вещь. Вы будете смеяться. Очень часто сам провайдер вот облачных услуг не может вам сказать, где физически находятся ваши данные. И это большая проблема. Поэтому, ну, как раньше сказали классики, что спасение утопающих, это дело рук самих утопающих, то здесь, прежде чем вы пойдете в облако, то вам, в первую очередь, нужно подумать, первое, насколько ценна для вас эта информация, или что произойдет, если эта информация будет скомпрометирована. То есть надо всегда думать именно о худшем, о худшем всегда думать. Конечно, но нужно всегда верить в будущее, верить в хорошее и в лучшее, а думать о худшем и страховаться. Поэтому облако — это наша, на самом деле, уже реальность. И сегодня к этой реальности нужно подходить к открытыми глазами, оценивая те риски, которые оно привносит. Второе. Облако было бы абсолютно бесполезно без такого понятия, как виртуализация. Я не знаю, насколько наша публика знакома с понятием виртуализации, поэтому я предложу такое определение, что это некоторая умная прослойка или посредник между реальным ресурсом и потребителем. Причем эта прослойка позволяет увеличить эффективность использования первичного ресурса, будь то железо, как очень часто мы говорим, то есть сервера. Да-да, сленговый такой термин. Сленговые термины, просто я не хотел бы их использовать, поэтому и пытаюсь уйти в некоторое общее описание, которое позволяет решить огромное количество проблем, связанных с физически занимаемым местом, например, или потребляемым электричеством. Потому что, ну, вы понимаете, в Москве найти нормальную электросеть и нормальное количество мегаватт, которые вам нужны для нормальной работы, это очень сложно. Дальше. Есть еще две тенденции, которые сегодня определяют нашу жизнь. Это, естественно, мобильность и количество данных или большие данные, о которых мы говорили тоже. Потому что любая компания сегодня, она, по большому счету, производитель огромного количества, как полезных, так и абсолютно бесполезных данных. И наши сегодняшние законы предписывают нам не только уметь их производить, но еще также рекомендуют научиться их защищать. Кстати, вот по поводу полезности и бесполезности данных, я так понимаю, с последними-то бороться гораздо сложнее, чем с первыми, да? Вы абсолютно правы. Но если вы зададите себе вопрос, защита данных, как научиться защищать только то, что нужно? Совершенно верно. Когда сегодняшние системы хранения данных, они умеют либо все, либо ничего. Вот. И здесь лежит вот тот слой или та грань между профессионалами и непрофессионалами. То есть, ну, если вы доверите защиту непрофессионалам, то они придут и вам защитят так, что вы пользоваться не сможете, вообще никому это будет не нужно. Ну, в другой стране, у них есть контраргумент, да? Вы же попросили защитить. Вот, пожалуйста, вы теперь доступа к ним не имеете. Конечно. И никто не имеет. Абсолютно. Абсолютно верное замечание. Абсолютно верно. Вы не поверите. Что больше внимания. Вы не поверите. Все четыре в банковской области представлены в полный рост. Конечно. Опять-таки, посмотрите на облака. Сегодня, если вы посмотрите о IT банка в целом, IT инфраструктуре, информационной технологии банка в целом, то у вас есть, наверное, четыре компоненты. Первое. Это внутренние сотрудники банка, внутренние системы. И внешние системы. Ну, и некоторая среда, которая является посредником. То есть, необходимо уметь защищать все. До сегодняшнего момента большинство организаций умело работать внутрь. То есть, мы умеем защищать себя, мы умеем защищать свои системы, мы умеем защищать свои персональные данные. Но сейчас это тот момент, когда тем же банкам, которые предоставляют электронные сервисы, нужно предоставить защиту вот этих миллионов вкладчиков. Да-да-да. Сереж, прервемся, новости послушаем, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.фм. Сегодня в гостях Сергей Кузнецов, глава представительства компании SafeNet в России и СНГ. Ну и тема нашего эфира – безопасность данных. Я сейчас записывал там кое-что за Сергеем. И перед глазами – изменить пин, восклицательный знак. Изменить пин, восклицательный знак. Два раза повторил, потому что это имеет ключевое значение, да, по крайней мере. Это-то я точно запомнил. Сереж, давайте у нас последняя часть. Собственно, несколько примеров, да, вот о свихтавке хотели рассказать. Ну и там дальше у нас есть шокирующая статистика. Ну ее на закуску оставим тогда. Прекрасно, прекрасно. Мы остановились на том, что любому банку нужно защищать четыре части. Первая – относящаяся к внешним клиентам, относящаяся к сотрудникам, банковские системы и транзакции. И если бы банки подходили так же серьезно к защите всего того, как они защищают транзакции и банковским системам, и к сотрудникам, и внешним клиентам, то это, наверное, была бы некоторая идеальная ситуация. А пока, к сожалению, по статистике далеко не все банки реально предпринимают усилия по защите персональных данных. Сережа, а в чем, кстати, проблема? Ну, с точки зрения обычной, обывательской, это мое, а это не мое. Поэтому это я лучше защищаю, а это хуже. Или технологии, к сожалению, еще не таковы, что это мне проще защитить, а это сложнее? Я думаю, что все, что вы сказали, имеет право на существование. С одной стороны, возьмем транзакции. Это самый высокотехнологичный сегмент, там самые большие деньги. В частности, как я уже упоминал, компания SafeNet, она эксклюзивно защищает банковскую транзакционную систему SWIFT. То есть это значит миллиарды долларов ежедневно. Естественно, мы выставляем абсолютно жесткие требования. Если вы хотите использовать эту систему, вы должны соответствовать. Причем там буквально раз, два, три используете то, не используете это, делаете одно, не делаете другого. К сожалению или к счастью, другие части, они не так сильно зарегулированы. И поэтому у добросовестного банка есть возможность, естественно, использовать лучшие примеры и лучшие практики. И довести свою систему, ну, я не скажу, до идеальной, то, по крайней мере, до прекрасно работающего механизма. Но это стоит денег, это инвестиция. То есть в это все упирается. Это профессионал, это профессиональный персонал, которого, естественно, тоже не хватает, он стоит дорого. Хотя, с другой стороны, единожды сделав это, вы решаете огромное количество проблем и прекрасно переходите в модель, когда минимальное количество профессиональных сотрудников поддерживает прекрасно работающие системы. Ну, это вот инцидента к инциденту, естественно. Да, конечно. Вот. Но если обратиться к статистике, то, к сожалению, банки не предпринимают правильных усилий по защите персданных. Это скорее в России делается на бумаге. Так, в августе была опубликована абсолютно шокирующая статистика, приведенная CNews совместно с Securian Analytics и Ассоциацией российских банков. По ответам респондентов, бумажная работа ведется в 91,2% банков для, опять-таки, соответствия требованиям регулирующих органов. Но при этом, там другая сторона статистики, 31,3% банка вообще не планируют бюджетов по безопасности. Вот это, наверное, отвечает на ваш вопрос. Совершенно верно. То есть, собственно говоря, а из чего вы можете создать нормально работающую систему, если у вас не заложены деньги? Вот. И, наконец, что неудивительно, всего лишь 26% и одна десятая банков проводят реальный аудит угроз. Ну, а как вы знаете, угрозы сегодня меняются, ну, чуть ли не ежедневно. И если вы не проводите аудит рисков или не строите модели угроз, то, извините, что произойдет завтра? А завтра произойдет, наверное, то, что происходит. И если, опять-таки, обратиться к российской статистике, около 95% всех российских предприятий хотя бы один раз подверглись атаке за последний год. Ну, то есть, опять мы возвращаемся к тому, что живем одним днем, что называется, а завтра не думаем, и в результате получается то, что получается. У нас есть звонки, давайте пообщаемся со слушателями. Юрий, день добрый. Вы в эфире. Добрый день. Можно у меня вопросик по карточке? Вот, смотрите, у меня карточка пенсионная, да? Да. И берут обслуживание 30 рублей раз в месяц, да? Так. А как они могут, не знаю, мой пин-код снять с моей суммы, с моей карточки, 30 рублей за обслуживание карточки? Ну, это банк выставляет вам. Вот у меня этот вопрос. Ну, опять-таки, это, наверное, не столько вопрос к нам, сколько к банку, но здесь, насколько я думаю, что вы подписали контракт, согласившись на эти услуги. То есть, просто посмотрите свой контракт или обратитесь к банку, но это не столько, наверное, вопрос к нам. Понятно, понятно. Ну, то есть, опять, да, это не в рамках каких-то сложных технологий, да, а в том... Абсолютно. Да. Это регулирующая транзакция точно так же, как банк берет за любую другую услугу. И вы наверняка с ней согласились. Да, ну, если действительно подписали договор. Давайте еще один вопрос у нас есть. Юрий, Юрий другой уже у нас, да. Добрый день, вы в эфире говорите. Да, это другой, Юрий, да, добрый день. У меня такой вопрос по защите пин-кода. Вот вы несколько раз повторились, сменить пин-код, сменить пин-код. А есть угроза, что пин-код могут взломать, поэтому, что ли? И разве банк не реагирует на попытку подбора пин-кода, если это происходит, да? Если кто-то пытается мой пин-код подобрать, а после третьего раза не блокируется карточка в этом случае? Или какие есть системы защиты в этом случае? Опять-таки, системы защиты очень много. Я думаю, что основная тема, на которую мы сейчас обращаем внимание, это так называемая социальная инженерия. Когда есть огромный слой преступников, которые своей целью, естественно, ставят получение доступа к вашим электронным деньгам. И, например, если они могут получить информацию, либо сделать так называемый интеллектуальный guess, intellectual guess, я не знаю, как по-русски это сказать. Ну, то есть, грубо говоря, хорошую попытку угадать ваш код, они, естественно, попытаются это сделать. И в большинстве случаев для вас это не будет очень сильно заметно, потому что профессиональные мошенники, даже получив доступ к вашей карте, никогда не будут пытаться эту вашу карту сразу же взять и откэшить. Ну, это редкий случай. Наоборот, они будут делать маленькими транзакциями так, чтобы не вызвать подозрения у вас. И спокойно, и у банка, естественно. И доить вас, как корову, ну, извините за такое сравнение. Ну, сравнение неприятное, но, собственно... Но это реальности жизни, поэтому все равно мы рекомендуем там и менять пин-код, естественно. И причем периодически это делать. Периодически это делать, просто взять себе за привычку, вот, за абсолютно стандартную процедуру. Потому что, как вы знаете, безопасность — это не только технические меры, это также организационные меры, от которых тоже нельзя отмахиваться. И, кстати, вот, возвращаясь к примеру, да, с мошенниками, с теми, кто пытается доить, как корову. Ну, один раз небольшая транзакция прошла, второй раз небольшая. Она насколько должна быть небольшой, чтобы я ее не заметил? Ну, банк, понятно, он думает, что это я снимаю деньги. Ведь в любом случае я через какое-то время, да, на свой счет зашел и смотрю, что у меня денег, вопреки моим ожиданиям, несколько меньше. Я же начинаю сразу разбираться, я поеду в банк, естественно, буду звонить, да, куда деньги делят. Ну, опять-таки, здесь вопрос это уже скорее к каждому конкретному потребителю, нежели к нам. Потому что, ну, поверьте, профессионалы, они знают, как замаскировать эту транзакцию. Эта транзакция может, ну, например, ряд банков берет ежемесячную комиссию за телефон, но за то, что вам присылают, например, оповещение о каждой транзакции. Что может быть проще взять и, например, чуть-чуть увеличить эту сумму, как бы? — Она просто незаметна будет, да? — Она для вас будет незаметна, абсолютно. То есть она будет выглядеть, как услуга, на которую вы согласились. Оповещение вы назовите это. — Это, кстати, вот к вопросу Юрия, да, первый, который нам звонил, говорит, 30 рублей. Куда дели 30 рублей? — Конечно. — Оказывается, это наверняка, да, обоюдное согласие. — Конечно. Вот, либо это может быть там, как любимые наши телефонные операторы, которые предлагают вам какую-то бесплатную услугу, которая вдруг становится платной. — Неожиданно. — Неожиданно. — Серьезно платной. — Да-да-да. Хорошо. Сережа, осталось две минутки у нас буквально. Давайте мы традиционно, а тем более в преддверии Нового года, традиционно поговорим о неких перспективах, да, о рынках в целом, о перспективах развития технологий, может быть, в сфере безопасности. Все-таки, еще раз повторю, и это очевидно, безопасность для нас выходит на первый план с ростом количества информации, ну и с выходом все больше и больше части нашей жизни в интернет, в облака. — Ну, прекрасно. Спасибо за такую возможность. Я, наверное, в последней вот этой фразой постараюсь подвести черту и дать, наверное, еще совет не только конечным пользователям из клиентского сегмента, но также и корпоративного сектора, потому что сегодня существует, наверное, только один метод, который может защитить реально информацию. Это криптография, использование криптосредств, потому что в сегодняшнем мире, когда любую защиту можно сломать и к любым данным получить доступ, нам нужно принципиально для себя признать, что ну хорошо, мою защиту сломали, ну хорошо, там злоумышленники получили мои данные, и что они будут с этим делать? — Что я буду с этого иметь? — Абсолютно верно. То есть надо готовить себя к худшему, а к худшему себя подготовить можно путем того, что изначально ваши данные будут абсолютно неинтересными для злоумышленника. А для этого, естественно, есть прекрасные варианты использования сильной криптографии, и это те именно решения, которые мы рекомендуем использовать банкам. Причем здесь, конечно, можно говорить о классической криптографии или так называемом обезличивании, когда ну хорошо, вы получили мои данные, но они расшифрованы быть не могут, а значит не могут принести какой-либо пользы злоумышленникам. — Хорошо. Ну и 30 секунд осталось. Как вы видите рынок в ближайшие несколько лет? — Я ожидаю огромный потенциал роста, но в частности на облачном рынке тех же одноразовых паролей я вижу 10, там 20, 30, возможно, кратный рост. С точки зрения криптографии она частично уже используется. Поэтому да, там я тоже вижу планомерное увеличение потребности. Чем мы будем рады помочь? — Спасибо. Сергей Кузнецов, глава представитель компании SafeNet России и СНГ, сегодня в бизнес-классе. Сергей, огромное спасибо. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Успехов в бизнесе. Эксперт.